Такие разные законы. На повестке дня в областной думе бюджет, рюмочные, ивановские леса и не только. Парламентарии проголосовали за проект закона о предоставлении за областной казны финансовой поддержки органам местного самоуправления. Деньги пойдут на индексацию зарплат работников бюджетной сферы, которые не попали под майские указы президента. К таким, например, относятся сторожа, вспомогательный персонал. Сегодня этим работникам заработная плата будет прииндексирована точно так же, как и тем работникам бюджетной сферы, учителям, воспитателям детских садов, медиков, которые были указаны в майских 2012 года указах президента Российской Федерации. Вот в целом эти расходы сегодня просчитываются в сумме примерно 280 миллионов рублей. С 1 января 2018 года вступает запрет федерального законодательства об ограничениях продажи слабоалкогольных и алкогольных тонизирующих напитков. На местном уровне реализация энергетиков и так ограничена. Пока вступает в силу федеральный документ, действия регионального отменено не будет. Также до недавнего времени субъекты имели право регулировать продажу спиртного в местах общественного питания. Федеральный законодатель это право забрал. Мы видим инициативу других региональных парламентов о том, чтобы все-таки регулирование на уровне регионов ввести и ввести регулирование для предприятий общественного питания по продаже алкоголя. Ну вы понимаете, с чем там мы боремся? Боремся с вот этими рюмочными, которые разливают алкоголь в любое время, без подготовки соответствующих, конечно, условий для того, чтобы это было достойным местом принятия пищи и люди могли хотя бы нормально закусить. Парламентарии на местах с решением российского законодателя не согласны и право контролировать, чем приторговывают рюмочные, намерены вернуть. Мы с таким подходом не согласны, но подчиняясь велениям нормам федерального закона в первом чтении соответствующий закон приняли. Однако при подготовке закона ко второму чтению намерены подготовить соответствующее вращение в Государственную Думу и Совет Федерации с тем, чтобы федеральный законодатель позицию в этой части изменил. Также депутаты поддержали проект постановления о создании зеленого пояса города Иваново. Инициатива направлена на сохранение лесов вокруг областного центра.